Диалог религии в Ивановском Доме Национальности состоялся круглый стол, посвященный Всемирному Дню Конфессии. В заседании приняли участие представители сразу трех ведущих религий России – православия, ислама и иудаизма. Для того, чтобы воспитать молодежь, для того, чтобы они ознакомливались с разными конфессиями и так далее. Чтобы мы знали, что мы живем в России, у нас единое государство, и мы как бы считаемся единым народом, независимо от нашей конфессии. Инициатором необычного мероприятия выступила школа номер 18, на базе которой функционирует отделение Ассамблеи народов России. Школа известна как Центр поликультурного образования и воспитания. Ребята вместе отмечают Сабантую, Масленицу, Курбан-Байрам, Пасху. Круглый стол для них – способ получше узнать друг друга. Первый опыт – это наша школа. Три года назад мы такой круглый стол провели в рамках своей школы. В прошлом году у нас уже принимали участие школы Ленинского района. В этом году поступил запрос на городское мероприятие. Сегодня представители всех школ города в этом зале. Участники рассказали ребятам о сущности мировых религий, об их влиянии на разные сферы жизни, об отношении к вере. Школьники заранее подготовили более 50 вопросов. На все получили подробные ответы, а также высказали свою точку зрения. Интересовались ребята всем, начиная от противоречий науке и веры и заканчивая устройством мира. Я думаю, что каждый из вас, глядя на окружающий нас мир, понимает, что ни материальные ценности, ни развлечения, или как сейчас говорят, досуг, не является смыслом жизни. А смысл жизни намного глубже. И поэтому, если вы захотите найти этот смысл, и начнете читать книги, начнете искать Бога, вы обязательно его найдете. Организаторы уверены, этот круглый стол – весомый вклад молодежи в восстановление мира и толерантности, обсуждение недетских вопросов, обмен мнениями, позволяют укрепить взаимопонимание между последователями разных религий. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.